Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! И сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 46 по 54. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время оно, бенекий царев муж, Его же сын Боляше в Капернауме, Сей слышав, як Иисус придет иудеев Галилею, Иди к нему и моляши Его, да снидят и исцелит сына Его, Имеешь ибо умрете. Рече уба Иисус к нему, Аще знамени и чудес не видите, Не имати веровати. Глагола к нему царев муж, Господи сниди, прежде даже не умрет отрача мое. Глагола ему Иисус, Иди, сын твой жив есть, И верова человек словеси, Ежи речи ему Иисус и идяше. Абеже входящему, Серобиго, Сритошейго, И возвестише ему глаголюще, Яко сын твой жив есть. Во прошаши уба от них, О часе, В которой легча ему бысть, И реши ему, Яко вчера в час седьмы, Остави Его огонь. Разуме же, Отец, Яко той бе час, Вонь же речи ему Иисус, Яко сын твой жив есть, И верова сам, И весь дом Его. Се паки второй знамени, Сотвори Иисус, Пришед от иудеев Галилею. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. В Капернауме был некоторый царедворец, У которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, Пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, Который был при смерти. Иисус сказал ему, Вы не уверуете, Если не увидите знамени и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, Пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, И пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали вчера, в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, В который Иисус сказал ему, Сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, Возвратившись из Иудеи в Галилею. Евангелист Иоанн начинает свое повествование об исцелении Господом сына Царедворца с сообщением о том, что Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. Жители Галилеи были на празднике Пасхи, видели совершенные Христом чудеса и слышали его учения. Поэтому они приняли Спасителя с подобающим Ему почтением, а многие из них признали Его Мессией. Византийский богослов Ефимий Зигабен отмечает, Прежде Иисус Христос приходил в Кану на брак по приглашению, а теперь пришел для того, чтобы своим присутствием укрепить веру, возникшую от предыдущего чуда, и чтобы еще более привлечь к себе жителей, так как Он пришел сам, без особой просьбы, и предпочел их соотечественникам. В Капернауме проживал один из царедворцев Иродоантипы, то есть служащий при его дворе. У этого царедворца заболел сын. Услышав, что Христос пришел из Иудеи в Галилею и исцеляет от болезни всех, обращающихся к нему, царедворец направился в Кану, где в то время находился Спаситель, и просил его прийти к нему в дом, чтобы исцелить его умирающего сына. Царедворец полагал, что только личное присутствие Христа у постели умирающего может его исцелить. Господь, упрекая его и других жителей Капернаума, в неверии замечает, «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Веру, основанную на созерцании чудес, Господь ставил ниже веры, основанной на понимании чистоты и высоты Его божественного учения. Ведь для поддержания такой веры требуются все новые и новые чудеса, так как прежние становятся привычными и перестают удивлять. В ответ на эти слова царедворец, однако, проявляет настойчивость, показывающую величину его веры. «Господи, приди, пока не умер, сын мой». Царедворец не противоречит Христу, но вместе с тем и не оставляет своего дела. Он просит Христа пойти в Капернаум поскорее, чтобы застать его сына в живых, не надеясь на то, что Христос может вернуть жизнь уже умершему. Он уверен, однако, в том, что молитва Христа, как человека Божия, может исцелить больного. Спаситель показывает ему, что он и заочно может исцелить его, и говорит, «Пойди, сын твой здоров». Александр Павлович Лопухин пишет, «У царедворца вера во Христа, хотя и несовершенная, несомненно, была. И Христос, чтобы эту веру возвысить, говорит ему, чтобы он спокойно шел домой, так как сын его уже благополучно пережил кризис и в настоящий момент находится уже на пути к выздоровлению. Замечательно, что царедворец поверил этому Слову Христа, еще не видя его исполнения. Ясно, что вера его стала вдруг сильной уверенностью в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы настоящем. Христос таким образом исцелил сына от телесной болезни, а отца – от духовной, от слабости веры». Царедворец всю ночь провел в пути. Утром его встретили на дороге слуги, поспешившие сообщить своему господину радостную новость о том, что горячка оставила его сына, и теперь он здоров. Отец же, поверивший Слову Господа, но полагавший, будто исцеление будет происходить, медленно спросил, когда больному стало легче, и узнал от слуг, что сын его выздоровел в тот час, в который Иисус сказал ему «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его. И хотя царедворец и ранее уже с верою принял Слово Христа, но теперь он уверовал в Иисуса, как в истинного Мессию, вступив в число его последователей вместе со всем своим домом. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, учат нас тому, что Господь ожидает от человека только веры в его человеколюбие и всегдашнюю готовность даровать людям все, служащее им на благо. Вот почему так важно верить и соотносить свои мысли и всю свою жизнь со Словом Божьим. Только так можно стяжать смирение, позволяющее всегда пребывать в доверии к Богу и благодати Святого Духа. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Продолжение следует...